Можете сказать, какую фразинку сегодня вывезли лучшие свидетели, что вы хотели ей доказать? Перчатка. Значит, у нас сегодня была... Сегодня защита представляла свои доказательства. У нас было два специалиста. Специалист-лингвиз и специалист-психолог, которые по запросу страны защиты делали заключение специалиста. Заключение специалиста – это, по сути, также экспертиза, но процессуально защита не имеет права заказывать экспертизу, назначать экспертизу, заказывать экспертизу. И поэтому, когда мы обращаемся к экспертам, они высокоят в процессуальном статусе специалистов. Но заключение специалиста по ОПК также является наряду с другими доказательствами, таким же, как экспертизу. И вот наши специалисты, специалист-психолог и специалист-лингвиз, это Игорь Жарков, Вероника Константинова. Это, в общем-то, кто следит за процессами, связанными с высказываниями. Те, может быть, их слышали, потому что они довольно известны в экспертной среде. Они представили свои заключения. Они также посмотрели материалы дела в пяти домах и вот этот стрим на YouTube-канале Илья Яшина, о котором, собственно, идет речь, о котором ему обменяется в вину, как якобы распространяющий заведомо ложную информацию о действиях подвозных суд Российской Федерации по мотивам политической мненности граждан. И также обсуждалось сегодня заключение эксперта Саворстиной, которая поступала вчера, может быть, те, кто был на процессе, помнят, и которая утверждала, что в стриме выступления Ильи Яшина есть утверждение о фактах использования вооруженных сил Российской Федерации для убийства мирных жителей в городе Пуча. Она сделала этот вывод из слов Ильи Яшина о том, что после выхода российских поездов из города Пуча нам показали жуткую картину. Дальше он описал ту картину, которую показали СМИ, в том числе BBC. Он взял кусок из репортажа BBC, который вставил в свой стрим, где было видно, заблёрены трубы людей на улицах города Пуча. Дальше я, Валерий, ждал официальную позицию Министерства обороны, а также официальную позицию властей Украины, которая обвиняла в этом российской власти, и попытался проанализировать, предложив своей аудитории, рассмотреть все точки зрения и найти там правду. И вот с точки зрения эксперта Следственного комитета в сообщении о том, что люди, например, прятались в подвалах и связь работала с перебоями, она увидела утверждение о том, что российские войска не давали жителям Буча выходить из подвалов и отнимали у них мобильные телефоны или запрещали пользоваться мобильной связью. Хотя на самом деле, как сегодня объяснил эксперты-лингвист, из одного не следует другое. Поэтому очень важно всегда в таких высотных экспертизах это прежде всего отделить утверждение о факте от оценочных суждений, мнений и выводов, анализа и прочее. И вот эксперт Следственного комитета утверждает, что в словах нам показали страшную картину. Люди лежат там, некоторые со связанными руками в подвалах и так далее, со связанными руками и с дырками в затылку. Люди сидели в подвалах и прочее. То есть описание этой картины, она утверждает, что это и было утверждение о фактах, в которых содержалось намеки на то, что этих людей убило российские войска. В то время как утверждением о фактах, с точки зрения специалистов, которых мы пригласили, и мы тоже придерживаемся этой точки зрения, является утверждение о том, что после выхода российских войск нам показали жуткую картину, которую он описан. Это может быть верифицировано, картину жуткую действительно показали. Действительно в интернете находится многочисленное количество и фото, и видеоматериалов из Буча, на которых можно увидеть мертвые тела. И это верифицируемое утверждение о фактах, которые сказал Яшин от себя, в своем стриме действительно соответствует действительности. Дальше он представил две точки зрения, и действительно он подверг критике, из них только одну. Но критика, представленная двух точек зрения, это его мнение, это его суждение. Ему лично, ближе одна из специальных позиций, но он честно своей аудитории представил их всем.